Это было воскресенье, 22 июня 1941 года. Студенты Казанского университета готовились к последним экзаменам. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Победа будет за нами, прозвучало в конце. Какой ценой и как скоро наступит этот светлый день, не знал никто. В Казанском университете началась мобилизация. В 1941 году в Казань была эвакуирована Академия наук СССР. Это 33 научных подразделения, 2000 научных сотрудников, среди которых были 39 академиков, 44 члена корреспондента Академии наук. Каждое свободное помещение университета было отдано под нужды академиков. Лаборатории, разложенные по ящикам, стояли от пола до потолка. И, соответственно, любой день начинался с того, что находили нужный ящик, отставали, открывали оборудование и потом возвращали на место. Число студентов на некоторых факультетах свелось до двух человек. К 43 году в университете обучалось 406 студентов. Это в три раза меньше, чем в 41 году. Учебных аудиторий во всем университете осталось 25. Поэтому студенты учились в коридорах, учились в каких-то неприспособленных для этого помещениях. При этом пар было и занятий очень много. Нагрузка была очень большой, так как образование сократили курс до трех лет и отменили некоторые каникулы. Университет отапливался печами и буржуйками. Некоторые залы вовсе были без тепла. Чернила мерзли. Лекции студенты не записывали. Иногда удавалось согревать чернильницу дыханием. В неурочное время студенты работали на полях колхозов и совхозов. Чистили снег, взлетные полосы аэродрома. Кололи дрова, занимались погрузкой-разгрузкой. Помимо занятий у них было еще много работы. Во-первых, они помогали в строительстве волжского оборонительного рубежа. То есть буквально грузили технику, увозили и они кирками, лопатами возводили укрепления. При этом зимой эта работа была крайне тяжелой, сложной, не хватало продовольствия. И университет помог студентам следующим образом. Сняли шторы в актовом зале и сделали из них портянки, чтобы хотя бы ноги не обмораживали. Кроме того, студенты, студентки, прежде всего, проходили курсы медицинские и были медсестрами в ЭВАК-госпиталях. Эвакуированных ученых Москвы и Ленинграда из Академии наук СССР, Президиум и их семьи вместе около 5000 человек разместили в главном здании университета. Так город и Казанский университет стал крупным научным центром академической жизни. За моей спиной, бывший спортивный зал, там было общежитие более чем на 100 человек. Люди получали железные кровати, либо описывали, что обменивали кровати на хлеб и проживали здесь. Кто-то жил в актовом зале, там тоже было общежитие более чем на 100 человек. Питались студенты и сотрудники по карточной системе, с которой поначалу были согласны не все. Академики получали 800 грамм хлеба, причем 800 грамм хлеба получали те, которые занимались практическими научными исследованиями. Те, которые занимались фундаментальными и теоретическими, получали 600 грамм хлеба. Соответственно, студенты получали и сотрудники 400 грамм, и студенты, и сотрудники. Помимо карточек на хлеб, я их упомянул, были еще карточки на мясо, на рыбу, на жиры, на крупы. Позже систему уравняли для всех. Когда с продовольствием становилось туго, в ход шли знания ученых. Наши профессора, таких как баранов, предложили готовить ежей, грачей, яйца муравьев и ось. Проводились публичные лекции, наши профессора их читали, чтобы люди понимали, как вообще можно выживать. Шашлык из моллюсков. Кстати, в госпитале тоже поставляли моллюсков, потому что это очень ценный белок. Им готовили такие бульоны, чтобы они восстанавливали силы, потому что белка не хватало. А это моллюски привозили в машину, бортами такими большими, выгружали их во дворе университета. Перед университетом и академиками стояла задача направить все усилия на военные нужды. Все последующие исследования и научные открытия должны были максимально быстро и действенно внедряться в практику. Вы находитесь в комнате, в которой наш выпускник Евгений Константинович Завойский 21 января 1944 года открыл фундаментальное явление электронного промагнитного резонанса. Выдающимся событием в мировой науке стало открытие доцентом физического факультета Евгением Завойским. Ученого 10 раз номинировали на Нобелевскую премию. После окончания войны в 1957 году Завойскому была присуждена Ленинская премия. Несмотря на то, что он проводил свои исследования, он преподавал, он был назначен начальником пожарной части, у него были 12-часовые дежурства по университету. Дочь его вспоминает, как он был прекрасным стрелком и стрелял в грачей, из которых потом мать делала котлеты. Евгений Завойский ставил эксперименты в течение нескольких лет. То начинал, то забрасывал ввиду разных обстоятельств. Его дочь всегда вспоминает, что в университете было настолько холодно, открытие же было совершено в ядваре, что она случайно, как любой ребенок, прикоснулась языку к этому электромагниту. И, естественно, язык прилип. Большой вклад в оборонительную работу внес физический институт имени Лебедева, рассказывает экскурсовод Мария Георгиевна. В Музее истории Казанского университета помнят каждого ученого. Папа Лекси занимался радиолокацией. ВУЛ изготовила прибор, который использовался против обледенения самолетов. Здесь же Ландсбергом получен другой прибор, который использовался. Он назывался стелоскоп для определения толщины слоя металлов. Нобелевский лауреат Петр Леонидович Капица работал в Институте физических проблем и был эвакуирован в Казанский университет. Во время войны трудился над проблемой получения жидкого кислорода. В Казани была построена самая большая турбинная установка, и был получен жидкий кислород в промышленных объемах. В промышленных объемах нигде в мире не было такого сделано. Это требовали госпитали, это требовали промышленные предприятия. Харитон, Зельдович, Гальданский, они работали в Институте химической физики. Даже есть тут социальных обязательств. Они занимались проблемами горения и детонации пороха на нашем пороховом заводе. А Харитон, он занимался проблемами горения пороха в реактивных снарядах. Это о чем говорит 1943 год, когда наши Катюши стали использовать именно вот эти снаряды. Важнейшую роль в годы войны сыграли химики Казанского университета, работавшие под руководством Александра Арбузова. На химическом факультете было развернуто производство ценных медицинских препаратов. Медицинские работники испытывали большую нехватку в бесперебойном снабжении препаратами и всевозможными самолагающими средствами, таких как, например, медицинский эфир. Это дело было поручено доценту Порфирьеву, и под его началом, уже где-то в 1942 году, это дело было налажено. Производство сольфазола, сольфадина, которое было поручено исследовать академику Арбузову совместно с Институтом научных исследований Академии наук СССР. Период Второй мировой войны для ученых и академиков отозвался временем плодотворных исследований и открытий. Математики, физики, химики – все как один успешно сотрудничали между собой. В 1943 году большинство учреждений Академии наук возвратились в Москву. В апреле 1945 года в Казани был открыт свой филиал Академии наук СССР. Роза Зарипова, Алексей Румянцев, Булат Садыков, КФУ. Итоги недели.